Кто из вас понимает, что в жизни очень много злых слов? Что? Ярлыки. Ярлыки. Чем уничтожаются злые ярлыки? Ну, в принципе, небольшая разница и языки тоже. Просто языки говорят, а ярлыки вешаются на тех, кому говорят. А нас интересует больше тот, кому сказали когда-то. И это запечатлелось и сыграло роль в понимании себя, в образе себя. Помните, я всегда говорю, у нас есть две лжи, с которыми мы неистово боремся. Какие? Молодцы. Это ложь о Боге, потому что мы неправильно представляем Бога. Нам религия нарисовала образ Бога, не тот, который есть на самом деле, и мы ошибаемся. И только поэтому люди бегом не бегут к Нему. Если им открыть настоящего истинного Бога, вы не представляете, они не то, что будут бежать. Они будут везде искать место. А где Бог? А где много Бога? Я хочу туда. Потому что настоящий Бог, Он так притягателен. Это такой свет истины, это такая сумасшедшая любовь. Это столько признания ты получаешь в нем, столько утешения, столько заботы, столько поддержки, столько внимания, сколько ты никогда в жизни не получишь от человека. Никогда. Человек может тебе иногда дать все эти вещи, но Бог 24 на 7 – это любящий, это обнимающий, это утешающий, это поддерживающий, это заботливый, это просвещающий, это ведущий нас, это просто полнота, наполняющая все во всем. Скажи, аминь. Скажи, я знаю такого Бога. И это очень важно, знать истину вот о таком Боге, потому что каким ты его себе рисуешь, таким он и откликается. Почему евреи всегда называли Бога по-разному имени? А потому что то имя, которое они называли, это имя разворачивало Бога к ним той чертой, которая действовала в их жизни. Если они говорили, ты, Эль-Шадай, накормляющий, напаяющий, то они ожидали, что Бог будет восполнять нужды, обеспечивать их. Если они призывали его, как Егова Рафа, Бог целитель наш, то они ожидали, что сейчас будет исцеление. Если они кричали, ты заступник мой, то они звали его защиту. И вот так важно знать правильного Бога или правильно знать Бога. Аминь. Вторая ложь, которую нам не дает реализоваться в Божьем замысле, в славе и красоте его, это ложь о себе. К сожалению, люди настолько неправильно мыслят себя. Дьявол постарался изо всех сил унизить человеческое достоинство. Очень важно, чтобы мы с вами понимали, если я сегодня не имею неправильное представление о себе, то дальше этого представления о себе моя жизнь не пойдет. Вот как я себя мыслю, как я себя оцениваю, рассматриваю, позиционирую, вот точно такая же формируется вокруг меня окружающая обстановка. Слышите? Слушайте, если у меня неправильное отношение к себе, я буду пожинать неправильное отношение ко мне со стороны людей. Какими они были в глазах своих, такими они были в глазах всех их. Их – это всех окружающих нас людей. Слышите? Вот точно так же, как вы смотрите на себя, как вы видите себя, какими вы себя представляете. Ребята, нисколько не больше, ни на один сантиметр, ни на одну ценность не видят вас люди. Поэтому эту ложь сегодня мы тоже посрамим. И именно этим занялся Иисус Христос, когда пришел на землю. Как вы думаете, для чего Он забрал грехи человека на себя? Для чего Он уничтожил эти промахи? Потому что каждый промах, который ты совершал, Он уклонял тебя от тебя настоящего. Он уклонял тебя от того оригинала, которым Бог сотворил тебя хорошо весьма и дивно устроил. Я так и думаю о себе. Я говорю, я Его слава и красота. Они говорят, так классно, как вы говорите о себе. Я говорю, я не только так говорю, я так чувствую. Я так вижу, я смиряюсь под эту истину, потому что написано, мы дело руки Его. Слушайте, все, что делает Бог, в псалме написано слава и красота. Ты не имеешь права мыслить себя каким-то уродливым, каким-то недополноценным, недокачественным. У тебя нет такого права, если ты осознаешь, что ты делай Его руки. Может быть, я еще на первом году могла бы сказать, но Бог только начал со мной. Но через 28 лет я не имею права признать, что Его работа во мне напрасная. Если Он начал во мне доброе дело, то значит, из года в год я должна переходить из качества в качество, из славы в славу. Аминь. А иначе я должен поставить под сомнение тайну благодати. То, что мы сегодня пели, я воплоти, узрю Бога, в какой? Вот в этой обновленной, в красивой, вновь устроенной, я не имею в виду внешность, дорогие мои. Внешность тоже, но это не главное. Знаете почему? Ваша внешность прямо пропорциональна вашей внутренности. Ваше тело просто отображает то, что внутри, мои хорошие. Тело, оно всего лишь как итог, оно как плод, оно в последнюю очередь. А сначала дух красивый от Бога, который освещает и преображает нашу душу, который открывает нам откровения, и эти откровения убирают сорняки, убирают, убирают. И ты смотришь, ты уже из темного леса стал немножко похож на благородный сад. Но сначала на огород, а потом уже и на сад. Потому что сначала все полезное. Да, ну мы же так, мы же к Богу Господи, то без чего жить не могу. Да, без еды, без воды, без крова, без того, без другого. Иов 11, 12. Нам нужна вторая фраза. Смотрите, человек, когда рождается, он пустой. В нем нет ничего. Он подобен дикому осленку. Нет в нем ничего ценного. Скажите, ну какая ценность у глупого осла? Ну никакой. Потому что он глупый. Недавно показывали в этом, как мужики пытались осла стащить с этого, перевозили. Где-то мы видели, да, какой-то ролик. И вот там три, наверное, таких здоровых мужика. Они его заудила, а он не хочет из этой повозки вылезать. Вот так вот встал и все. Они его тащат изо всех сил. Вот такой рождается человек. Ну там ничего нету. Вообще ничего. Пусто. Он ничего не понимает. Он ничего не знает. Это младенец. Что такое младенец? Это белый лист бумаги. Вот такие вы родились. Абсолютно чистенькие, беленькие. Ничего не знаешь. Ничего не понимаешь. Но все ощущаешь. Давайте быстренько прочитаем деяние с 17 главы, с 26 по 28. От одной крови Бог произвел род человеческий для обитания по всему лицу земли. Это откуда все началось. Назначил каждому человеку предопределенные времена, когда он появится на свет. Назначил пределы обитания. Он в Башкортостане родится, да, вот в нашем случае у многих. А дальше цель. Зачем он это сделал? Дабы они искали Бог. Не... Давайте громко скажем. Ничто? Не ощутят ли его и не найдут, хотя он недалеко от каждого из них. Смотрите, младенец ничего не знает, он ничего не понимает, но он все чувствует. И познание мира у него идет через чувственное восприятие. Вы знаете, зачем нам нужно поклонение? Ты должен прийти в чувствование во Христе Иисусе. Они не запрещены. Бога не запрещено чувствовать. Бог хочет, чтобы ты его чувствовал. Бог хочет, чтобы ты его переживал. Я знаю секрет, как Бога чувствовать. Я могу это вот так вот ощутить. Просто в этот момент мне нужно все, что есть во мне, открыть Ему. Вот полное посвящение. Как только я всю себя Ему открыла, я тут же переживаю Божьего присутствия. Не может быть по-другому. Это не просто мое желание. Это Его цель. Не ощутят ли меня. Потому что все ваши знания на самом деле, все, что вы потом в жизни узнаете, только ради одного, чтобы чувствовать себя хорошо. Вы образовываетесь и получаете профессию только для того, чтобы потом устроиться на хорошую работу и чувствовать себя хорошо. Вы ищете себе партнера для семьи, чтобы чувствовать себя в семье как хорошо. Вы рождаете детей, чтобы чувствовать себя хорошими родителями. Вы кушаете, чтобы чувствовать. Что? Ребята, чувствовать, чувствовать, чувствовать. Еще раз чувствовать. Знаете, над чем поработала религия? Она отбила у нас способность чувствовать Бога. Она засунула нас в эти правила. Она поставила нас под страх. Единственное, что ты должен чувствовать, это страх, что Бог тебя накажет. Это ложь. Бог, который есть любовь, не мог сотворить свой высший венец творения, чтобы он всю жизнь чувствовал только страх. Кому из вас хочется иметь отношения близкие с человеком из страха? Кому в постель нравится из страха ложиться? Это насилие. Кто хочет, чтобы дети при виде вас просто писались в штаны? Потому что им страшно. Папа пришел, мама пришла. Вы понимаете, что это бред? Бог, который есть любовь, не мог целью человека поставить это плохое чувство. Но все, что он делал, он сам чувствовал себя после первого дня хорошо, после второго дня хорошо, после третьего дня хорошо, после четвертого – хорошо, пятый – хорошо, шестой – хорошо весьма. Вот все, что делает Бог, в результате этого ему? Конечно. Так вот и мы живем для этого. И кто, как не Бог, знает, как сделать человеку хорошо. Давайте согласимся с этим. Вот почему ты должен так искать его. Не просто кубаторить там, а какой он прямой, кривой, круглый, квадратный, что любит, что не любит. Ты должен найти с ним эту территорию, где тебе с ним... Не ощутят ли меня? Не ощутят ли меня? А только потом найдут. Хотя я недалеко от каждого из них. А знаете, почему это нужно? Следующий стих. Потому что мы им живем. Потому что мы им живем. И движемся, и существуем. Вот давай подумаем. Вот видеокамера сейчас живет, потому что Максим зарядил батарейки. Она живет, это ее питание. Здесь работает колонка, потому что мы включили ее, и к ней поступает электричество. Она живет этим электричеством. Ты должен ощутить после присутствия Божьего, что ты зарядился, что к тебе пришла жизнь, потому что то, что ты без него жил, это ты не жил, это ты существовал. Бог называет такое существование мертвым. В Ефесянах он говорит, вы мертвые по грехам и преступлениям ваши, да, спасены были чем? Его благодатью. Он даже не называет это жизнь. Вы представляете, если ты ходишь в церковь, читаешь Библию, молишься, но Бога не ощущаешь, не переживаешь, я вообще не знаю, что ты делаешь. Потому что это первое, что здесь написано, дабы они искали чего. Не ощутят ли его, почему, да не потому, что он просто хочет пощекотить тебе спинку. Это тоже классно. Когда фильмец смотришь обычно, да, такой партнер говорит. Но на самом деле, дорогие мои, это не только для этого. Это не просто, чтобы кайфушечка к тебе пришла, она придет. Все дело в том, что ты им должен жить, им двигаться, им существовать. Я хочу, чтобы ты взял это в свою головушку. Без Бога это выживание. Без Бога это существование, но это не жизнь во всей полноте. И очень многие годами ходят в церковь, что-то знают о Боге, но Бога не ощущают. Но ведь здесь же это слово написано вот прямо прямым четким текстом. Как по-другому понять еще слово «ощутить»? Ну, как еще понять «ощутить», кроме как «ощутить»? Я не знаю, как можно его рационализировать еще. Ну, как можно? Я вот, не знаю, может быть, кто-то скажет, «Пастор, вы не так истолковываете Писание». Ну, попробуйте по-другому прочитать. Не найдут ли его и не? Вот сколько раз ты ощутил, вот столько раз его прикосновение принесло тебе жизнь, чтобы ты им жил. Мы разберемся, как это делать. Смотрите, Лука 4.4. Если мы им живем, то многие из вас скажут, скажите алгоритм, как туда прийти? Как прийти на эту территорию, где мы его ощущаем? На самом деле все очень просто. Все очень просто, но полюби, поклоняться. Музыка – это тот проводник Божьего присутствия, который лучше всего понятно твоей душе, твоим чувствам, твоим эмоциям. Именно она погружает тебя в его присутствии. Почему я и говорю? Я вот, у меня сегодня дух возмутился. Я, ну, поднялась, блин. Один в телефоне сидит, другой просто сидит, третий в носу ковыряет, третий еще, ну, четвертый. Я думаю, Господи, ну, как так? Ну, как так? Что говорит ему Иисус? Чем будет жив человек? Давайте еще раз. Чем здесь написано будет жить человек? Чьим словом? Это понятная фраза? Кто из вас понимает, что означает Слово Божье? Где его найти, Слово Божье? Оно спрятано от нас? Может быть, его нужно куда-то в горы, на Гималайи и там? Слово Божье доступно тебе? Ты хочешь жить Богом, как написано, мы им живем. Как это сделать? Читать, размышлять, молиться, задавать вопросы, общаться, поклоняться, погружаться. Это единственная территория, которую Бог определил, чем ты будешь жить. Жить человек будет всяким Словом Божьим. Всяким это означает. У Бога есть ответ на любую такую твою ситуацию. Вот любая ситуация. Что сегодня происходит в твоей жизни? Есть сегодня у тебя какая-то задача? Я тебе могу сказать, сто процентов есть. Не может не быть. Потому что Бог тренирует нас. Потому что Бог дает нам, Он говорит, надо в нас, чтобы пришли эти вещи. Блажен человек, который попадает в испытание, в искушение, потому что, быв испытан, что получит золотой венец славы, как мы сегодня пели. Он получит золотой венец, быв испытан. Испытание – это те задачи, которые стоят перед тобой. Они не для того, чтобы тебя сломать, а не для того, чтобы тебя привести на территорию Его слова. Потому что здесь Он запланировал с тобой поговорить, дать тебе ответ, соединиться. И через откровение, чтобы ты ощутил Его. Так вот, я хочу, чтобы ты повторил за мной, жизнь больше ощущается, чем понимается. А теперь о смысле эту фразу. Жизнь больше ощущается, чем понимается. Я вам больше скажу. Сначала все, что происходит в нашей жизни, мы ощущаем. А потом уже наш мозг начинает это интерпретировать. Ты утром встал, глазками в окно посмотрел, пасмурно дождь идет. Первое, что было ощущение. А потом уже так же, а, ну это потому, что дождь идет. А, потому что это, потому что пасмурно. А потом посмотрел телефон, и там нет долгожданной эсэмэски, или наоборот еще там что-то. Да? И ты такой поймал ощущение. Такой, что-то мне так это грустновато. А потом, а, так это потому, что эсэмэски же нет. Понимаете, каждый раз идет у вас восприятие через ощущение, дорогие мои. Сначала, так же, как при рождении ребенка. Сначала ощущается, потом понимается.